В соревнованиях приняли участие пять команд. Для сотрудников СПАС филиала группы «Элим» это был смотр-конкурс на лучшую дежурную смену по проведению аварийно-спасательных работ по ликвидации дорожно-транспортных происшествий. Также в числе участников представители 15-й пожарной части 2-го отряда Государственной противопожарной службы МЧС России. Готовы мы хорошо. Самое главное в таких ситуациях не дать пострадавшим повредить еще больше себя, не дать возгорания автомобиля и проводить соревнования в условиях охраны труда. Участникам необходимо было ликвидировать последствия дорожно-транспортного происшествия. На соревнованиях лишь автомобили БУ и условные пострадавшие. Правда и тут статистами выступали сотрудники СПАС. Все остальное, как в реальной жизни. Мы не привозим какое-то специальное оборудование, которое охраним в музее. Мы всегда берем оборудование, которым спасатели работают каждый день. Это аварийно-спасательный инструмент, который стоит у нас на боевом расчете. В ходе соревнований спасатели продемонстрировали работу нового оборудования, пополнившего в прошлом году материально-техническую базу СПАС. У аккумуляторного аварийно-спасательного инструмента много преимуществ, что позволяет пользоваться им в самых сложных ситуациях. Аккумуляторы температуру до минус 40 вполне удерживают. У нас есть золотой участок, известно, пострадавшие доставить его в медицинское учреждение. В принципе, с этим аккумулятором нам вполне под силу выполнить данную возложенную задачу. Служба по пожарной безопасности филиала группы «Элим» шестой год организует соревнования по ликвидации ДТП. Спасатели из раза в раз показывают все лучшие результаты, что говорит о росте профессионального мастерства и совершенствовании снаряжения и оборудования. Отработки умений и навыков действия в нештатных ситуациях способствуют тренажеры, которыми располагает СПАС. У нас имеются два тренажера как на легковые автомобили. И в этот год, буквально в течение первого квартала, появился тренажер, не имеющий аналогов, по крайней мере, на территории Архангельской области, как минимум, и северо-запада. Это тренажер для отработки навыков с большегрузной техникой. На новом тренажере на базе КАМАЗа навыки действий по ликвидации ДТП отрабатывают как спасатели, так и добровольцы лесного филиала. При работе с большегрузной техникой есть своя специфика. С грузовым это прежде всего уровень проведения работ, высота над поверхностью земли. Ну и сама структура автомобиля, она условлена тем, что удар приходится фронтально, гораздо несколько по-другому деформируется. Кабина автомобиля. На данном тренажере этот элемент учтен, то есть здесь обязательно блокируются ноги водителя, что осложняет его излечение из поврежденного автомобиля. Вернемся все же к соревнованиям. В ходе них учитывалась не только скорость проведения аварийно-спасательных работ. Необходимо было показать правильные действия чрезвычайной ситуации и оказание первой помощи в том числе. Ошибкой командам начислялись штрафные баллы, что только увеличивало итоговое время участников. Лучший результат соревнований по ликвидации ДТП показала вторая дежурная смена СПАС в составе Владислава Веснина, Алексея Павлова, Ильи Федяева и Ивана Аверьянова. Победителям понадобилось 11 минут и 45 секунд, чтобы ликвидировать последствия ДТП, деблокировать пострадавших из-за скореженного автомобиля и передать их в руки профессиональных медиков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова